Хорошо, давайте к другим вопросам, которые все-таки стоят на повестке дня нашего парламента. Ну, скажем, пенсионная реформа. Что с ней? Будет она принята, не будет? В каком виде? Все пенсионеры и люди, которым несколько лет осталось до наступления пенсионного возраста, они замерли и ждут их. Заставят все-таки работать больше или нет? Александр Вилкулс, сейчас вам слово. Давайте скажем честно, что в нашей стране после переворота состоялась огромная манипуляция. Пообещав Европу, европейские ценности, кружевные трусы и все остальное интересное. На самом деле мы идем в никуда и становится жизнь все хуже и хуже. Если говорить про то, что сейчас обсуждалось про экономику, про лес кругляк, то 600 миллионов, как вы сказали, слово помощи, это никакая не помощь. Это обычный кредит, который нам надо отдавать нам и нашим детям. Те предложения, которые сейчас звучат от высших должностных лиц, в том числе и государства, на уровне как минимум замминистров, давайте предложим, чтобы нам дали безвиз, на который мы сейчас молимся, и за это мы примем какое-то количество сирийских беженцев. Это тоже нельзя делать ни в коем случае. Это катастрофа. Если говорить про те обязательства, которые взяла на себя Украина в лице Кабинета министров, в том меморандуме, который был опубликован с МВФ, давайте же скажем откровенно. Там написано, в ВСТ обе их земли. Они говорят, обе их это не продажа. Но обе их переводится как оборот. Конечно, это продажа конкретная. Следующий вопрос. Внести изменения, провести пенсионную реформу путем изменения, в том числе пенсионного возраста. Кто из нас верит, что изменения может быть в меньшую сторону? Конечно, только в большую. Давайте вспомним, что несколько месяцев назад, пока вот я говорю, вы говорите, что не было, посмотрите в интернете, там четко написано. В принятии пенсионной реформы, в том числе со изменой пенсионного возраста. Я ввожу зачитать и цитату с банками. Несколько месяцев назад Кабинет министров уже сократил количество профессий по первому и второму списку на 60%. Что такое первый и второй список? Это опасные профессии. Люди горбатятся, гробят свое здоровье. У мартеновских печей, доменных печей, в карьерах, в шахтах, да в туберкулезных диспансерах медсестры и врачи, на комбайнах, если говорить про сельское хозяйство. И они имели право на досрочную пенсию, на срочный выход на пенсию, потому что они гробят свое здоровье. Зачем вы об этом говорите? Потому что они гробят свое здоровье. Сергей, а что вы хотели ответить по поводу повышения? Сергей Рудик, вы только что просили дать вам слово для ответа. Я хотел сказать, что написано в Мемораде Международным валютным фондом в частине пенсийной реформы. Дословно, в маркере, который додается додатком до меморадов. Отже, тут дробным шрифтом, но я надеюсь, вы, ухваление Верховной Рады и законопроекту... Сергей Рудик, вы пока найдете точную цитату, Дмитрий. Я зараз вас, пане Александре, закликаю вибачитися перед родичами Героев Небесной Сотни, перед украинцами, за то, что вы назвали Майдан переворотом. Революцию гидности переворотом. Вы только что назвали переворотом. Кстати, да, Александр, вы только что призывали. Уважаемый господин Добродум. Я вам неуважаемый. Хорошо, неуважаемый господин Добродум. Для вас тут нескравдево, действительно. Что давать? Неуважаемый господин Добродум. Давайте так. Давайте сосредотачиваться на тех вопросах, которые необходимы людям. Людям нужен мир. Людям не нужны те вопросы, которые рассказывают нашу страну. Я считаю, что вы принесли войну в нашу Украину, а я считаю, что вы. И такие люди, как вы, не хотят эту войну заканчивать. Закончить войну не хотят люди, которые зарабатывают на этой войне и паразитируют. И поэтому этот парламент надо разогнать, который сегодня имел. Понимаете, господин Добродомов? Вы понимаете слово «гидность»? Вы понимаете, что вы сейчас образуете людей, которые вышли за свою гидность? Вы это понимаете или нет? Я с повагой отношусь к людям, которые вышли за свою гидность. Ну вы ж, кто с Януковичем працювали? Ответить можно? Нет, вы спросите мне. Никому не цекает вас, Александр. Вы идите на улицу и послушайте. Александр, подождите. Никому не цекает вас? Ответьте мне четко одним словом, и мы продолжаем дальше. Как вы оцениваете события трехлетней дали? Значит, я оцениваю события трехлетней дали следующим образом, так же, как оценивает это огромное количество людей, которые тогда, ребята, которые тогда вышли на Майдан. И которые вышли из лучших побуждений. Они надеялись, что что-то произойдет хорошее. И сегодня они ненавидят вас больше, чем всех остальных, потому что они говорят, что вы их обманули. Я не еб в коалиции. Были надежды. Были надежды. И обманутые надежды. Еще одно слово скажу. Те активисты, так называемые, да, и антикоррупционеры, которые три года назад вокруг парламента сжибали по 10 гривен на сигареты. Сегодня показали миллионы, десятки миллионов долларов на личных денег, которые украли людей. И эти люди, которых они обманывали тогда три года на Майдане, говорят, к чему же вы нас привели? Вы же говорили, что вы честные. Какие люди честные? Ну, просто, наверное, я всем посоветую, присутствующим, тщательно подбирать слова. Для того, чтобы потом не получать во многое часто заслуженные обвинения. Юрий Левченко. Я подругу. Алексей, давайте так. Дмитрий и Александр. Дмитрий Александрович, если вы хотите поговорить по-другому, вы сейчас вдвоем или после эфира выходите и говорите по-мужски. Но здесь вы не срываете. Юрий Левченко, пожалуйста. Алексей, извините, пожалуйста, я при всей повазе, вы ведущий, но просто, смотрите, на мою думку, если або человек извиняется, так, або человек извиняется, або, не знаю, або она идет, або вы ему микрофон выключаете, но просто я, например, при всей повазе, знаете, я не занимаюсь этим эпатажем, но я не могу сидеть и продолжить спокойно дискуссию после того, как человек назвал Майдан и сотни людей, где погибли моих побратимых, переворотами. Возьмите, я, чекайте, не попрошу, я, перепрошу, я, перепрошу, я сам вважаю, я вважаю діючу владу, я вважаю, переважно більшість діюча влада, я вважаю, что они останні покидки. Но это не значит, что Майдан был переворот, это абсолютно разные вещи, святый Майдан и потом то, что олигархи и вы так же обдурили людей и пришли в парламент, это две разные вещи. Тому, извините, пожалуйста, Олексій, ну, тебе что-то, я, ну, я не могу сказать. Я сейчас не решила. Я, конечно, извините. Олексій, Юрий, правильный на 100%, больше того я могу сказать. Вы знаете, мне тоже не нравится, мне не нравится, мне нравится то, что сейчас действует во владе, но я знаю, я сам был с первых дней на Майдане, я могу сказать, мы шли не за Кличком, не за Юценюком, мы шли за покликом своєї гідності. И прошу вас это поважать. И вас не обминули. Это, другая, я не скажу, что это, переворот, мы говорим, что это Майдан. И люди, когда туда пришли, они хотели змін. И именно они хотели позвать этого покидка Януковича и всех его посипать. И всех, кто ему служил, кто был премьером, вецепремьером, министрами, всеми іншими. Зрозумейте, вы тоже были рядом с ним, и вы тоже несете ответственность. Все. Не треба ображать Майдан. Не треба это делать. На Майдане была большая количество людей. Никто не ображает нормальных людей. Борислав, Борислав, неизвестно, известно, всегда было все века, что революции начинают люди, романтики, используются, в конце концов, плодами революции покидки. Покидки использовались плодами революции. И я пропоную над всем поставить экран. Друзья, давайте поставлю дружку Януковича. Я повторю еще раз свои слова. Я прошу вас очень тщательно выбирать слова во время своих выступлений. И если вы вкладываете свои слова, Александр, я сейчас обращаюсь к вам, что итогами революции воспользовались негодяи, как сейчас сказал Сергей, то это и нужно произносить. Но, извините, если вы считаете, что это был переворот, тогда... Слушайте, есть разные... Я не могу, это переворот или Майдан? Просто переворот или Майдан? Хорошо, вы начинаете. Нельзя эту революцию называть переворотом только потому, что так говорит Янукович. Сергей, скажи, пожалуйста. Понимаете? Нельзя. Вы сами все уходите. Хорошо, если так говорит Янукович. Нет, послушай, что вы делаете? Ты прекрасно... Хорошо. Сергей, он извиняется или мы уходим? Тут другие варианты... Нам же Забдоня заращает. Либо он... Все, Сергей, либо он извиняется, либо мы уходим. Других вариантов нет. Выбирайте сами. Або уходите. Нет, ну або... Есть разные оценки в нашем... Это Майдан или переворот? Послушайте, дайте я отвечу. Тогда уговорим 20 минут. Да пусть остается, что хочет. Есть разные оценки в нашем обществе. Это первое. И если мы хотим общество объединять, нам необходимо находить то, что его объединяет, а не разъединяет. Это первое. Второе. Мы на самом деле к Януковичу, который оказался трусливым предателем, относимся еще хуже, чем вы. И если Янукович так говорит, что это переворот, я согласен, это революция. Вот только по этой причине. Но оценки в нашем обществе есть разные. Понимаете или нет? Это просто ценизм. И нам надо находить то, что объединяет. Секундочку. Если вы говорите, что надо объединять общество... Нет, Юрий, 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 а я вам скажу другое. А я вам скажу другое. А я вам скажу так. Зрители уже все услышали. И от вас, и от всех остальных. Но от того, что... А, я дачи зараз взять, не хочет почути выбачення. Но я не могу никого заставить и никого... Я не знаю, про кого Олександр говорит, когда говорит, что разные оценки есть. Нема разных оценок. У нас украинский народ, украинский народ, не пророссийский, не при Медведчуковский, он говорит, что это революция гидности. И так зароджилась украинская нация. И украинский народ сейчас хочет почути выбачение, как раз за то, что это переворот. Там вам и было названо. Александр, я не благодарен вам за то, что, в общем-то, вы на самом деле, если честно, сорвали этот эфир своим выступлением. Я не знаю, что вы хотели сказать. Не мое дело, наверное, анализировать и высказывать свою точку зрения, хотя она, безусловно, у меня есть. На этом все, дорогие телезрители. Это было «Черное зеркало». Спасибо, что смотрели. Мы обязательно увидимся с вами через неделю.